Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Заканчивается текущая торговая неделя, поэтому мы поговорим о том, какие новости произошли, что повлияло на рынок, почему вчера рынок падал, обсудим отчет компании Intel, ну и поговорим в целом, что происходит на рынках и какие ситуации сейчас на рынке появляются. Ну, а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, вчера мы увидели тоже еще одну волну распродаж, довольно-таки активно рынок снижался на американской сессии и, собственно, это мы довольно-таки хорошо видим по индексу S&P 500, хотя коррекция началась еще пару дней назад, но вот дополнительную распродажу видели мы еще вчера. Что, собственно, это повлияло? Мы уже ранее об этом говорили, да, обсуждали этот вопрос, вопрос по тому, тем инициативам Байдена, которые он для себя рассматривал, в первую очередь, это увеличение налогов, да, и сейчас как раз первые новости о том, что Байден планирует как раз возмещать дефицит тем, чтобы брать дополнительные налоги, но это, в принципе, логичный шаг, это было ожидаемо, ему нужно предпринимать какие-то действия, вот первый звоночек, собственно, прозвучал вчера. На первых заявлениях Байдена это увеличение налога для тех американцев, которые получают свой доход более одного миллиона долларов в год. Собственно, сейчас ставка составляла там, ставка на прирост капитала составляла порядка 20 процентов и в его предложении озвучена цифра в 39,6 процентов, то есть практически в два раза. Конечно, это не самая приятная новость, но, тем не менее, с точки зрения экономики, да, это, как я уже сказал, вполне логичный шаг с его стороны, но пока рынок это переваривает. И, собственно, вчера это то, из-за чего мы увидели то снижение, которое произошло по индексу. Понятно, что у Байдена есть и инфраструктурные проекты, которые могут это поддержать, но для того, чтобы найти деньги, да, самое-самое простое, это как раз повышение налогов. Посмотрим, как рынок это будет отыгрывать дальше и вполне вероятно, что вот на этой новости, да, на этом заявлении коррекция может быть более глубокой. Вполне вероятно, что мы увидим движение в область 4,100, 4 и, возможно, даже чуть ниже, но обязательно будем за этим следить, да, вот за подобными триггерами важно обращать внимание. Также вчера читалась компания Intel, собственно, отчет не очень порадовал инвесторов. Мы видели, что компания снижалась после публикования данных, да, уже, ну, на постмаркете, собственно, сегодня как рынок откроется, посмотрим, как он будет торговаться уже на регулярной сессии, но в целом, да, то есть данные вышли лучше, чем ожидалось, да, но есть все равно некоторые замедления и некоторые снижения. Оно и понятно, потому что Intel теряет Apple, да, Intel проигрывает в технологиях на текущий момент, но руководство компании сменилось в этом году, да, и с февраля новые CEO компании планируют как раз нарастить, вернуть лидерство, да, и уже запланированы расходы, там, более 20 миллиардов на то, чтобы как раз построить новые заводы по производству чипов, и здесь Intel хочет попытаться как раз выиграть в гонке именно производители, потому что дефицит чипов большой, да, технология 86 процессов, она уже не удовлетворяет всем требованиям, да, ARM сейчас выходит вперед, но компания в этом году хочет попытаться вернуть себе лидерские позиции. Конечно, есть много конкурентов, включу это TSMC, Nvidia и локальные производители, такие как Apple, там, Amazon, например, но тем не менее, то есть у Intel, если брать, опять же, общую динамику, да, то есть продажи, если брать там динамику за последние 4 года, то есть, да, мы видим, что прирост продаж есть, маржинальность пока все еще неплохая, но так как Intel сейчас является не единственным, да, фактически игроком, то повышать цены на устаревшие процессоры они уже не могут, потому что есть конкуренты, которые их обходят, да, и это тоже важно принимать во внимание. А сейчас, в целом, компания, да, выглядит несколько недооцененной по мультипликаторам, но, в принципе, оно и понятно, потому что деньги инвестируются в более, скажем так, компании, которые выигрывают, да, на текущий момент от данного дефицита больше, чем Intel, но у Intel есть все шансы вернуться, и вот сейчас, как бы, у нас есть какая-то динамика этого тренда, но, фактически, там, инвестиции сейчас или, там, инвестиции, которые были сделаны год назад, они делаются на перспективе, потому что понятно, что если Intel все-таки сможет это сделать, то скачок роста мы вполне вероятно можем видеть, но уже может быть поздно, то есть рынок уже это может отыграть. Опять же, там, покупать по текущим уровням, наверное, уже, ну, немного опасно, хотя с точки зрения мультипликаторов Intel выглядит все-таки неплохо, но вот то движение, которое мы сейчас видим, тот вектор движения именно в данных технологиях, он несколько вызывает опасения непосредственно по данной компании, потому что здесь нужно быть аккуратным. В моем портфеле она есть, поэтому я здесь просто продолжаю ее держать, новых докупок я делать не буду, ну, и, собственно, ставка на то, что Intel попытается, да, вернусь себе позицию в течение этого года, если получится, то новый виток роста, развитие, как раз, данной компании мы можем увидеть. Ну, а если нет, то я для себя также продолжу искать возможность зайти в акции, которые позволят диверсифицировать мой портфель, то есть тот же самый TSMC, да, то есть Taiwan Semiconductors, и, то есть, который сейчас тоже находится в определенной коррекции, да, то есть с отметки 142, а спускались до уровня 106, да, по мультипликаторам, сейчас компания выглядит дорогой, да, то есть общая капитализация практически в два раза больше, чем у Intel, но, тем не менее, то есть, если будут какие-то коррекции, то, скорее всего, TSMC тоже себе будут докупать, да, свой портфель, то есть, особенно, если, там, уйдем кто-нибудь в 90-80, да, то есть, если будет такая распродажа на рынке, то, вот, наверное, один из кандидатов, которым есть смысл рассмотреть и добавить, да, в том числе для диверсификации, это компания TSMC. Собственно, также вчера были некоторые отчеты, там, Snap отчитался, рост порядка пяти процентов, отчет порадовал инвесторов, рост, там, выручки, ну, и ряд других компаний, поэтому сезон отчет у нас продолжается, компании продолжают отчитываться, ну, и о ключевых именах мы, безусловно, будем говорить уже в ходе наших следующих выпусков. Ну, а что сейчас происходит на рынке? По евро, по евро-доллару мы в рамках дневного таймфрейма, да, подошли к локальным максимуму, то есть, сейчас в целом видно, что евро, он перекуплен, поэтому здесь вероятность коррекции, она есть, она сохраняется, и вчера я также для себя открыл позицию на шорт, открыл практически полу-локальный максимум, которые были сформированы вчера, но здесь я открывал отложенным ордером, то есть, фактически, мой стоплост стоял чуть выше локального максимума, который был сформирован 20 апреля, но сейчас я уже перенес его за максимум вчерашней торговой сессии, этот перенос я сделал сегодня для того, чтобы как раз все равно остается риск того, что евро может пробить отметку 1.20 и уйти там на 1.21 и 1.22, поэтому здесь, в данном случае, в данной позиции, я данный риск минимизирую тем, что переместил стоплост, да, и, собственно, после той волатильности, которая была вчера, вполне вероятно, что по тем уровням, где мы торгуемся сейчас, цена может остановиться, поэтому здесь я продолжаю также держать эту позицию и подтверждением как раз данного сценария, в той позиции, в которую я вошел, это обновление минимальных значений, которые были сформированы вчера. Важно понимать, что мы никогда не знаем, куда цена пойдет, да, то есть мы выбираем для себя оптимальные точки входа и стараемся торговать в сторону наиболее вероятного сценария, но никогда не бывает там 100% сделок, которые мы можем угадать, да, и всегда это определенный риск, да, то есть трейдинг это риск, это тоже нужно понимать, но риск должен быть разумным, да, это ключевое правило. А британская валюта здесь как раз двинулась в рамках того нисходящего движения, которое было, у меня здесь тоже стоял отложенный ордер, но цена до него не дошла, поэтому здесь этот отложенный ордер я удалил и по британской валюте позицию не открывал. Собственно, здесь сейчас вопрос в том, что да, с текущих уровней мы торгуемся по области поддержки, можем от них отскочить, пойти еще на одну волну роста, тем более, что мы пока смогли закрепиться выше максимума, которые были сформированы как раз в начале апреля, и также вероятен сценарий продолжения снижения, то есть мы фактически сейчас находимся в середине данного диапазона, и здесь оба сценария, они могут реализоваться, поэтому здесь, опять же, я не люблю такие позиции, я бы или шортил по локальным максимум, или покупал по локальным минимум, но вот в середине этого диапазона, особенно в самом начале, ну фактически в самом начале зарождения данного тренда, здесь это делать не самое разумное, поэтому пока по британской валюте остаюсь в стороне. По паре американский доллар, канадский доллар, тренд все еще сохраняется, да, то есть нисходящий тренд сохраняется, но вчера мы видели, опять же, распродажу по американскому доллару, что позавчера, прошу прощения, но пока область поддержки на 1.2472 удерживается, и вполне вероятно, что если мы сегодня сможем закрепиться выше максимум, которые были сформированы вчера, то волну роста по американскому доллару тоже мы здесь сможем увидеть, но опять же, пока тренд не сломлен, пока тренд сохраняется нисходящий, то заходить пока в покупки рановато, вот если мы увидим как раз уход выше максимум, которые были, ну формируются в течение этого месяца, то есть это отметка 1.2643, и затем уже я для себя буду рассматривать покупки, да, вот как в данном сценарии. А по паре американский доллар, японская иена, это вот еще одна валютная пара, которая сейчас выглядит довольно-таки интересно, особенно после того снижения, которое было в течение апреля, сейчас мы видим, что пара перепродана, да, и вероятность коррекции, да, то есть восходящего движения здесь она может произойти. С одной стороны, да, это может быть ситуация, при которой мы увидим нисходящий тренд, да, вновь по паре американский доллар, японская иена, но попробовать зайти, посмотреть, получит ли вот данный восходящий импульс развития, здесь я для себя эту возможность буду реализовывать. Собственно, здесь я жду, если цена сможет закрепиться, например, сегодня или на следующей неделе выше максимума, которые были сформированы там в четверг или в среду, или будут сформированы сегодня, то здесь я для себя небольшим объемом попробую в эту позицию войти, тем более пока динамика на укрепление американского доллара пока все еще сохраняется, и ситуация здесь может возобновиться. Австралиец, здесь в целом по дневному таймфрейму, да, мы видим попытки возобновления как раз восходящего движения, и здесь опять же равнозначная ситуация как и продолжение роста, так и продолжение снижения, поэтому в такой неопределенности я предпочитаю постоять в стороне. Если мы увидим перехай, как раз максимум, которые были в прошлом месяце, 78.40, то тогда при коррекции буду смотреть возможности купить, да, австралиец, но пока здесь остаюсь не рынка. По новозеландцу пока динамика здесь сохраняется нисходящая, да, здесь ключевой область как раз сопротивления, которое мы видим, это область максимальной значения опять же середины марта 72.56, то есть вот если мы уходим выше данного уровня, то это имеет смысл вернуться к покупкам, да, то есть на коррекциях покупать. Ну а вблизи этого уровня, если опять же сформируется сигнал на то, чтобы зашерстить пару новозеландский доллар, американский доллар, то это я для себя также рассмотрю. Но та ситуация, которая была с точки зрения часового таймфрейма, в принципе, вчера мы видели, да, вот закрепление, которое было ниже минимум, в котором были сформированы позавчера, да, то есть в среду это произошло, сейчас рынок корректируется, с одной стороны можно попробовать здесь опять же заходить в шорт, но посмотрел сегодня в течение дня, то здесь опять же решение для себя еще не принял, но в целом, в целом пока динамика здесь сохраняется нисходящая, пробовать открывать шорт здесь все еще остается актуальным. Золото, опять же, довольно-таки неплохо скорректировались, практически к отметке 1800 долларов за тройскую унцию вплотную подошли, вероятность технической коррекции здесь возрастает, вполне вероятно, что она может быть не сильно затяжной, то есть не обязательно, что мы придем там в области 1600, но те уровни, которые были у нас, например, сформированы в середине апреля, вполне возможно, что к ним можем вернуться, то есть здесь вот диапазон движения довольно-таки небольшой, то есть до 1755 мы можем скорректироваться, ну и вопрос, даст ли рынок как раз сигнал на начало данного нисходящего движения, будет ли возможность присоединиться к этому движению, поэтому если сегодня я увижу обновление локальных минимумов, то есть если цена сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы как раз вчера, и затем еще одну волну коррекции, то есть возврат к тем уровням, которые были в течение торговой сессии, то есть я буду в любом случае входить отложенным ордером, то да, в золото я бы вошел и попробовал как раз вот на этом движении тоже прокатиться, но здесь тоже нужно быть аккуратным. Индекс DAX начинает двигаться в восходящей формации, опять же после того движения, которое было вчера, то есть вчера цена смогла закрепиться выше максимумов прошлой торговой сессии, собственно с точки зрения часового таймфрейма, пока мы смотрим по направлению вверх, но опять же сейчас заходить в рост я пока не буду, потому что вероятность еще одной волны снижения здесь также сохраняется, но в принципе то же самое по S&P 500, особенно если посмотреть на часовой таймфрейм, то есть да, с одной стороны мы видели начало коррекции, мы попытались вчера вплотную подойти к максимуму, которые были как раз 20 и 21 апреля, но от этих уровней, как раз после тех новостей, которые стали поступать, мы опять вернулись в область 4123, вот фактически теперь нужно следить за тем, если цена пробивает отметку 4123, то есть тот сценарий, который я бы для себя рассматривал, то тогда коррекция может быть более затяжной, 4050, возможно 4000, вот оттуда уже вновь искать покупки, когда рынок начнет разворачиваться. Ну и по нефтемарке Brent, пока здесь мы остановились в области поддержки на 65 долларов за нефть марки Brent, это CFD по данному сорту нефти, вполне вероятно, что с этих уровней можем также возобновить восходящее движение, но опять же по нефти здесь я пока никаких действий предпринимать не буду, то есть в целом с текущих уровней, то есть мы сейчас находимся на области поддержки, если краткосрочно до 67, здесь можем как раз вот это движение еще увидеть, но если мы пробиваем минимум, который был сформирован вчера, то тогда вероятность снижения до 61, на 60 она здесь тоже сохраняется. Ну что ж, неделя заканчивается довольно-таки интересно, акции, ну компании продолжают отчитываться, рынок лихорадит, что называется мы торгуемся там по локальным максимумам, но коррекция на рынке пока началась, будет ли она долгой или нет, пока мы конечно не знаем, но в любом случае нужно обращать внимание на ключевые факторы, которые влияют на рынок, ну собственно об этом мы и продолжим говорить в наших следующих видео. Ну а на сегодня это все, поставьте лайк, если вам видео понравилось, вопросы оставляйте в комментариях, но мы увидимся на следующей неделе и продолжим смотреть, что появляется на рынке и на что важно обратить внимание. Всем спасибо за внимание и до свидания.